Привет, друзья! Меня зовут Илья Пономаренко, и я помогаю русскоговорящему населению Германии создавать и раскручивать прибыльный бизнес в Германии, увеличивать поток клиентов и прибыли от бизнеса в Германии, если оно у вас таковое уже имеется, или просто находить хорошую, достойную работу. И если вам интересно, если вам хочется продавать в Германии ваши товары, ваши услуги, ваше время дорого, то вы нашли правильное видео. Я немножко болен гундошу, но я думаю, это не страшно, потому что главная суть того, что я вам хочу передать в этом видео. Сегодня мы с вами поговорим о партнерском маркетинге, как в виде бизнеса, как зарабатывать в Германии, не выходя из дома. Об этом сегодня мы поговорим с вами. Посмотрите, какая красота. Кстати, на заднем фоне это город, где я живу, город Халли, по-русски. Находится в Германии земля Sachsen-Anhalt, по-русски не знаю, как будет. Итак, давайте сначала вообще с вами поговорим о том, что такое есть партнерский маркетинг. Например, вы хотите открыть свой бизнес, и вам хочется продавать что-то через интернет, то партнерский маркетинг – это как раз очень классная вещь, с которой можно как раз стартануть и начать свое первое дело. Что это такое? Все знают магазин, все знают в Германии, по крайней мере, большой интернет-магазин Amazon. Так вот, Amazon имеет партнерскую программу. Если вы, допустим, хотите продавать те же самые продукты, что есть у Amazon, то вы можете это делать спокойно, то есть вы регистрируетесь в этой партнерской программе и продаете все, что буквально есть на Amazon, вы можете это продавать и получать за это процентуальный какой-то гивин. То есть вы зарабатываете процентуально на продаже этих товаров. В Amazon составляет этот процент примерно от 5 до 10% в зависимости от вида товара, который вы там выбрали, вида услуги, которые вы выбрали. Вот, собственно говоря, и суть партнерского маркетинга. Давайте теперь перейдем к основным четырем способам заработка на партнерских программах. Итак, способ номер один – это когда вы собираете базу подписчиков и строите с этой базой какие-то отношения, человеческие отношения, то есть чтобы люди вам доверяли, чтобы люди считали вас своего, и потом вы продаете им по партнерским ссылкам, по партнерской программе какие-то продукты. То есть вы предлагаете эти продукты, и если людям нравится, они покупают, вы все в шоколаде, то есть они получают свой продукт, вы получаете свой процент от продажи. Второй способ – это когда вы раскручиваете, создаете и раскручиваете свой YouTube-канал. Это очень долгое дело, нудное дело, но тем не менее очень прибыльное. И вы также можете потом, когда у вас много подписчиков, когда вас много людей смотрят, вы можете также делать обзоры различных продуктов и ставить партнерские ссылки под ваши YouTube-видео, и люди будут заходить, смотреть, покупать, и с каждой продажи вы также будете иметь какой-то процент. Следующий способ – это создание нишевых страниц, мини-блогов или нормального одного цельного блога и его раскрутки. И как только у вас появляется много посетителей, это делается с помощью разных способов. То есть вы можете через SEO делать это, то есть вы оптимизируете ваш сайт под специальные запросы, и потом, когда через эти специальные запросы приходят люди на ваш сайт, они кликают по вашим партнерским ссылкам, и если кто-то что-то где-то покупает, то вы, соответственно, получаете ваш процент. И четвертый основной способ – это запуск контекстной рекламы. То есть вы берете вашу партнерскую ссылку, если нужно, делаете под нее лендинг. То есть что такое лендинг? Это одностраничный сайт, где вы требуете от человека сделать одно только действие, то есть или подписаться, или же сделать покупку, или нажать на какую-то там кнопку, ссылку и так далее. Вот. И выпускаете контекстную рекламу. То есть что такое контекстная реклама? То есть если вы в Google забиваете какой-то запрос, да, то Google выдает вам рекламные ссылки. Раньше это было с правой стороны, сейчас это сверху. И вот это вот и есть контекстная реклама. Вы можете запустить контекстную рекламу во Facebook, в Google, в YouTube тоже можно сделать эту рекламу. В общем, платформа кучей уйма, но суть не в этом. Суть в том, что вы запускаете поток трафика через эту рекламу на вашу партнерскую ссылку, то есть на ваш продукт, который вы рекламируете. Вот, собственно говоря, 4 основных способа заработка на партнерках. Что нужно для того, чтобы начать такой бизнес? Почему я говорю о бизнесе? Потому что вы можете, все зависит на самом деле от вашего, насколько активно вы будете продвигать ваши партнерские ссылки, ваши партнерские программы. Я знаю людей, которые зарабатывают на этом 5000 евро в месяц чистыми, только на Амазоне. То есть они берут, как они делают? Они берут, регистрируются в партнерской программе Амазона, потом выбирают 2-3 продукта из одной категории. То есть, например, это могут быть компьютеры, это могут быть липтопы, это могут быть камеры. Выбирают из этих категорий по 1-2 продукта, выбирают лучший продукт, потом делают специальную нишевую страницу под этот продукт и под эти запросы и пускают туда людей. То есть, если продукт дорогой, выгодно ставить контекстную рекламу, если продукт не очень дорогой, они в основном пользуются SEO-оптимизацией. И таким образом они получают большой поток клиентов, то есть, посетители на сайт, и если эти люди кликают на какую-то партнерскую ссылку, то неважно, даже если они покупают не тот продукт, который вы представляете на вашем сайте, а что-то, любую вещь на Амазоне они покупают, то вы получаете за это ваш процент. То есть, вот представьте, вы сделали дешевую страницу, она вам приносит в месяц 100 евро чистыми. Это не сказка, это реальность, это есть такие люди, это делают. Я сам уже, я только начал вникать в эту тему, я только экспериментирую, смотрю, что из этого получается, и строю свои нишевые страницы, но я уже смог сделать первые 50 евро на партнерском маркетинге через Амазон, то есть, через нишевую страницу. Вот представьте, у вас есть одна страничка, которая приносит вам 100 евро в месяц, а теперь умножьте их на 10. Вы делаете 10 страниц. Создать такой нишевой сайт у вас уйдет максимум 2 недели, 3 недели, ну, в худшем случае месяц. Вы делаете это один раз, и потом все, вы оставляете, и садитесь дальше делать следующую нишевую страничку, пока ее Google, вашу уже сделанную страницу, пока Google ее там продвигает вперед. Ну, естественно, нужно сделать определенные действия, чтобы это было успешно, это занятие. Итак, вы можете на партнерском маркетинге зарабатывать 1000 евро, вы можете зарабатывать 100 евро, вы можете зарабатывать 5000 евро, вы можете зарабатывать 20000 евро. Все зависит от вашей активности, от того, сколько вы времени, усилий вкладываете в этот вид бизнеса. В партнерском маркетинге, аффилиатном маркетинге очень легко стартануть, то есть, по сути, что вам нужно, это нужно Гюверба Мельдунг, вы регистрируетесь все это официально, и, собственно говоря, знания по онлайн-маркетингу, в плане правильного построения сайта, нишевого сайта, по SEO-оптимизации и по контекстной рекламе. Собственно говоря, все. Больше вам, в принципе, ничего не нужно. Итак, почему я говорю о нем как о виде бизнеса? Потому что вы можете зарабатывать на нем 100 евро, вы можете зарабатывать 1000 евро, вы можете зарабатывать 5000, 10 тысяч, 20 тысяч. Все на самом деле зависит от того, сколько вы времени, усилий и в некоторых случаях даже денег вкладываете в это занятие. Итак, я надеюсь, вам понравилось это видео о партнерском маркетинге. Если вы хотите больше узнать, то заходите на мой сайт. Там много очень бесплатной полезной информации. И вообще, в общем, о бизнесе в Германии. Вот. Если вам это видео понравилось, то не поленитесь, поставьте мне лайк, делитесь им со своими друзьями. Давайте дружить с вами в соцсетях. Добавляйтесь ко мне в друзья в Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете прямо под этим видео. Также, если у вас есть какие-то вопросы по бизнесу в Германии, или конкретно по партнерскому маркетингу в Германии, или, может быть, у вас есть вопросы по бизнесу в плане, как увеличить поток клиентов и прибыли от бизнеса в Германии, если он у вас уже такого есть, то задавайте, не стесняйтесь, задавайте мне вопросы, пишите мне в личку в соцсетях, пишите мне комментарии под этим видео. Я постараюсь вам на все эти вопросы ответить либо в форме видео, либо вам лично в личных сообщениях. В общем, как-то я постараюсь вам дать обратную связь. Я рад был вас видеть. Оставайтесь на связи и смотрите обязательно мои следующие видео. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, чтобы всегда быть в курсе тех видео, той информации, которую я выдаю, и не пропустить ничего. С вами был Илья Пономаренко. Мой сайт ИльяПономаренко.com. И до новых встреч! Пока!